На Эфиопском Нагорье рождается Голубой Нил, важнейший из нильских притоков. Это крыша Африки, достигающая высоты 4550 метров. Воды Голубого Нила несли плодородный ил на поля Египта, закладывая фундамент одной из самых развитых цивилизаций Древнего Мира, страной фараонов. По легенде, эти воды призвал сам царь богов. Белый Нил орошал поля, но Голубой Нил дарил им плодородие. Сыменские горы возвышаются над Эфиопским Нагорьем, как крепость с тысячей башен. Воды с этих гор вливаются в Голубой Нил ниже его истока. Скрытый источник питает озеро Тана, главный исток Голубого Нила. Отсюда ему предстоит путь в 1750 километров до слияния с Белым Нилом у Хартума. Это почти нетронутое озеро вулканического происхождения, самое крупное в Эфиопии. Голубой Нил – крупнейший приток величайшей реки, но, в отличие от Белого Нила, он едва течет в засушливые месяцы. Впрочем, он берет свое летом, когда на Эфиопском Нагорье льют муссонные дожди. Первую тысячу километров от озера Тана берега реки совершенно безлюдны. За миллионы лет Голубой Нил пробил длинный и глубокий каньон. Лишь немногие исследователи решались пройти все течение реки. Субтитры создавал DimaTorzok Своим именем река обязана слову, которое означает не голубой, а мутный. Река, замутненная плодородным илом, несет свои воды в Судан и Египет, удобряя их берега. В наши дни плотины гидроэлектростанций задерживают эти ценные примеси. В Судане Голубой Нил пересекает обширную равнину и сливается с Белым Нилом в одном из крупнейших городов Африки – Хартуми. Слияние Белого и Голубого Нила – удивительное место. Две реки мирно встречаются, пройдя все пороги и водопады. Белый Нил пришел из тропических джунглей, а Голубой родился в пустынных горах. Теперь они потекут к Средиземному морю, слившись воедино. Ниже Хартума Нил проходит через шесть водопадов. Последнее из них затопило водохранилище Насар в 1971 году, когда была достроена Асуанская плотина. Около четырех тысяч лет назад столицей Египта был Луксор. Здесь сохранились до наших дней наиболее значительные храмы, оставшиеся от древней цивилизации. И Каир перекинулся через Нил в том месте, где река расширяется в дельту. Здесь живет 15 миллионов человек. Это самый густонаселенный город в Африке. Несмотря на это, большинство людей здесь эмоционально привязаны к традициям сельской жизни. Адил Эль Апт – один из них. Он торговец и землевладелец. Основную часть своего времени он проводит на своей ферме в Дельте. Основная часть моей семьи живет в Каире. Мои братья – инженеры, врачи. Но я всегда хотел быть фермером. С раннего возраста я хотел быть фермером, и похоже, у меня это получилось. Дельта Нила не очень большая. Но это самая плодородная почва в Египте. В прошлом здесь было много озер, много папируса. Наши предки использовали эту землю и сделали из нее, как мне кажется, самый плодородный участок земли на земле. Почва здесь такая плодородная, что любой, кому здесь принадлежит гектар земли, может прилично заработать. Рядом с фермой Адилы местные жители выращивают рис для своих нужд. Именно избыток зерна изначально позволил древним египтянам перейти от натурального хозяйства и проложить путь к фараонской цивилизации. Египтяне были одними из самых выдающихся строителей всех времен. Пирамиды Гиза. Самые большие каменные строения, когда-либо построенные. Есть распространенное мнение, что монументы фараонов были построены рабами. Но в действительности этой тяжелой работой занимались сезонные работники с полей, которых привел на строительство ежегодный разлив и желание заработать, пока их поля были под водой. Именно Ил Нила сделал все это возможным. Именно этот чернозем сделал Египет и эту ферму самыми преуспевающими. Чернозем — это тайна Египта. Есть выражение. Египет — это дар Нила. Посмотрите, какой осадок. В нем много железа, цинка и марганца. Все, что нужно растениям — это чудо. Каждый год Нил приносит нам чудо. Это чудо восходит к месту в 6500 километрах выше по течению, к истоку самой длинной реки в мире. На самом деле есть два Нила. Голубой Нил берет начало в высокогорьях Эфиопии, а Белый Нил — в Центральной Африке выше озера Виктория. В то время как Голубой Нил обеспечивал основным запасом илой воды, доходившей до Египта, Белый Нил приносил плоды хапи — богатую смесь питательных веществ, которая делала почву Нила такой плодородной. Нил обеспечивал изобилием еды. Рыбы было предостаточно, и в болотах было много уток и гусей. Процветание было естественным, как и эти сладкие финики на деревьях. Связь между древними египтянами-фермерами и современными египтянами-фермерами очень сильная. Например, Норта по-прежнему определяет день сбора урожая, созревания фруктов и так далее. Норта — это фараонский календарь. Это время первого прихода воды в Египет. Вес Египет ждал с нетерпением разливы из древней артерии жизни. Каждую весну сонные дожди пропитывают землю и наполняют реки. Мутная вода поднимается до высочайшего уровня. Водопады Тис и Сад в истоках Голубого Нила низвергаются мощным потоком. Четыре пятых воды, текущей в Египет, поступают отсюда. В конце концов, мутная вода Голубого Нила встречается с богатой питательными веществами водой Белого Нила. Вместе они текут в Египет. Река немного замедляет свой бег, откладывая на дно осадок по ходу течения. До 20 века разливы в самом своем пике затопляли всю долину, вынуждая животных у людей уходить на высокогорье. Каждый год бог Хапи обеспечивал щедрыми дарами, накрывая всю пойму реки и снова вселяя в нее жизнь. Спустя несколько месяцев вода уходила, оставляя самое настоящее пиршество. Нигде так сильно не ждали наступления разлива, как в Асуане. Здесь египтяне впервые измерили ежегодный разлив воды при помощи водомерного столба. В идеальный год вода поднималась примерно на 8 метров над зимним уровнем воды. Выше на метр, и вода разрушит деревни. На метр ниже, и люди будут умирать от голода. До строительства плотин разливы измеряли водомером на арабском языке. Рядом с ним гораздо более древний водомер времен фараонов. Измерение воды — это одно дело, а вот разумное ее использование совсем другое. Первые ирригационные каналы были построены до фараонов, но изобретение журавля революционизировало сельское хозяйство. С ведром на одном конце и грузом из зыла на другом журавль привел к значительному увеличению площади орошаемой земли. Египтяне строили свою цивилизацию при помощи богатства, полученного от зерна. На земле росли не только продовольственные культуры. Египтяне собирали и лен, из которого делали тонкую воздушную одежду. Но для фараонов самое большое значение имел урожай зерна. Каждый год армия чиновников измеряла сельскохозяйственные поля. Урожай был таким постоянным и надежным, что была разработана простая система сбора налогов. Она соотносила размер каждого поля с высотой ежегодного разлива, замеренного водомерным столбом. Это давало надзирателям на полях представление о том, что подвергать налогообложению. Фермеры также платили за свой домашний скот. Вырезанные фигурки в гробнице аристократа изображают подсчет скота в большом хозяйстве. Фермеры прогоняют свои стада перед налоговым инспектором. Посередине между эфиопскими высокогорьями и озером Виктория растянулись огромные папирусные болота Белого Нила. Арабские торговцы прозвали их суд или препятствие. Это самые большие болота на Земле. Они образуют практически непреодолимый барьер между тропической Африкой и Египтом. Редактор субтитров А.Семкин